добрый день а день как вы видите отличный уже и солнышко после дождей и я решил же доделать нашу проводку я ж только вот сюда как в прошлый флога показывал вывел и силовой и мои управляющие здесь и телевидение вот и теперь мне под планкином и туда в дом значит я уже сделал отверстие уже пропустил стальку видите вот и сейчас буду затягивать но полностью весь вот этот жмут наверное я не затяну потому что тут перегиб буквально на 90 градусов мне даже крестик поставил под вот этой досточкой у меня туда отверстие вот вот такой перегиб поэтому я наверное затяну сначала самый нашей вот такой видите у палец толщины и запущу еще одну стальку этаж вытянется а потом уже вот эти по отдельности ну может и все так сразу а может по отдельности запущу сейчас покажу в доме там где отверстие я по минимуму чтобы не нарушать не долбить не снимать лишь вот эту на кухне как вы видите у меня вот она сталька это проходит он там я насквозь через вот этот бокс просверлил отверстие и вот туда сталька там дальше планкин вот и там же изгиб на 90 пошел вниз буду затаскивать и когда я все это сюда вытяну провода ну в основном будет закончено а потом уже можно будет разводку делать и здесь наводить порядок потому что как бы уже будет все генераторная уже будет подключена и можно здесь уже капитально все делать пока здесь сделано видите не капитально не красиво альки эти провода зачистил там скрипил скрутил вот и сделал вот такой переход все заизолировал затянуть как бы вопросов особых нет здесь зазора хватает и там тоже но переход под 90 градусов толстый и загнуть его а ему пространство там будет очень мало и вот это меня немножко беспокоит получится ли либо вот эту доску мне снимать надо а это проблематично наш сама по себе не снимается надо снимать все чтобы до нее добраться либо думать как там развязать вот это все крепление поэтому будем пытаться это все делаем вот так протянуть вот это я затянул это тонкая гибкая сейчас я дотяну как видите вот это а там дальше сейчас попрошу виду чтобы она подавала мне да да а он идем кабель там больше подпихивать я буду тянуть до главный помощник вот я уже подтянул и сейчас вита вот этот кабель вот так не будет немножко туда вот так подавать ну давай ты будешь вот так вот так туда смотри видишь вот так вот так мне подавать ну все все вита согласилась нету вот именно еще покажу офигеть очень легко все зашло даже через поворот 90 градусов вот он все без виты бы не справился не ну серьезно и там надо подавать почему он очень немал для меня он самый главный вот так все а дальше я уже сам справлюсь так что продолжаем всего сейчас я это дело подтяну туда а тоже мелочь без вопросов зайдет я за вот этот переживал значит все затянулось оставил я вот такие петельки на всякий случай вот силовая и это управляющие плюс телевидение она сюда вот так ляжет все в эту нишу и весь вот так закроется о все осталось мне посверлить вот тут отверстие дюбеля поставить и закрепить все кабеля у меня здесь веке запаса сколько пригодится еще и вот все отлично я оставлю вот так где-то отрежу не хватит и потом уже тут будем все облагораживать и больше пока не планируется сюда ничего все думаю неплохо я не ожидал что так легко заведется думал будет сложнее смотрите нас добрый день а сегодня день вроде и неплохой главное нету дождя такая переменная облачность и решил я сегодня все-таки добить посмотреть мою бензопилу а то как то то не было у меня головки раскрутить не мог потом головку купил она уже долго лежала и вот я и уже видите как разобрал не чистил же пока ничего кто смотрит прошлые влоги и там проблему я рассказывал проблема с компрессией похоже что-то с поршневой возможно с кольцами мне там писали комментарии чтобы не снимать цилиндр но если уже у меня все есть написали снятие глушителей можно аж посмотреть и кольца и поршень и саму поршневую и оценить стоит ли покупать поршневую либо покупать новую бензопилу но это на порядок величин либо 600 гривен либо 6000 примерно ну примерно я пока говорю посмотрю потому что пилить надо дров то нету зима на носу а он видите что лежит а пилить то нечем со стороны глушителя тут уже очень хорошо видно и вот смотрите видите поршень и там и там поршневой видите какое отверстие и он там вообще и он задиры какие вот я не знаю что туда могло попасть похоже что-то могло попасть когда я менял свечку через свечку могло туда попасть трудно сказать и вот это вот такое мне наделала поршневой явно хана это не только поршень видите там цилиндре вот в головке головки тоже вот такая дыра естественно нет компрессии естественно не заводится я думаю наверное будем покупать новую не подвезло надо более аккуратно наверно смотреть когда меняешь свечку что туда ничего не попало ну как бы я и внимательно смотрел у меня еще с детства и мопед был и тоже его ремонтировал неприятно но ничего не поделаешь так что фокус со стилем у меня не удался и завтра я планирую поездку в райцентр и есть дела и надо кое-что докупить и заказать и что мне надо перед зимой поделать вот видите рубероид а отлива то нету значит вот сюда отлив парапет на крышу там до сих пор уберу и и кирпичами придавлен чтобы светом не по сдувала сейчас полезем сделаю замеры и завтра закажу мне поделает погнут погнут не завтра металл еще закажут я же черный буду заказывать такой как на сарай с такого мне поделают и отлив мне надо на сарай вот здесь же наша генераторная и туалет вот здесь по краю видите вот сюда будет водосток уже не отлива водосток вдоль потому что тут практически подобрез я сделал без напуска ну это с расчетом того чтобы потом не отрезать так как я по-любому планировал туда водосток делать и он заведется под этот край металла и она не будет стекать по стенке будет нормально то есть вот это мне надо заказать и туда вот сейчас полезем сделаем замеры здесь я замеры уже сделал вот все есть на крыше сейчас сделаем плюс надо вырисовать конфигурацию его они вот эти железячки на парапет и есть разной конфигурации там и бортики разные и так далее надо будет выбрать которая более подходит сейчас полезем лестница и поехали одной рукой так удобно все это делать когда с другой камера находится ну сюда то я мог бы за зайти и через спальню но а выше то лестнице у меня нету будет вот тут планирую небольшую узенькую такую лестницу ну после того когда же вот это все сниму перенесу отсюда и вот как раз вот здесь она у меня и станет и поэтому можно будет спокойно туда залазить а сейчас только вот так вот сюда вытаскиваем лестницу наживаю одной рукой видите так что камеру надо положить проблема блогеров когда одна рука всегда занята все тетрадка в руках ручка и полезли наверх вот я и наверху а здесь вообще вот такой шикарный вид получше даже чем оттуда с террасой и тем более с нижней открывается ведь все класс и вот же как видим видите кирпичи и рубероид с крышей все в порядке видите красивая чистенькая тут пару лепесточков нигде ничего не течет водостоки там некоторые кто раньше не смотрел рассказывают у вас тут озеро никогда не было за все время и не будет вот все здесь красиво уже ничего не протекает эту поначалу когда еще не было все уложено здесь все заделали водостоки видите листья немного набираются конечно вот это я чищу убираю листья сюда надо решетку еще поставить и вот вот так водостоки видите тут все задела но не стекает у меня тогда были немножко они по-другому сделаны они были не вниз сделаны а у бог вот так но я же потом тут еще утеплял крышу она была не утеплена поэтому было вниз и вот как раз вот тот был уровень уровень вот тот который пошло туда в сторону а теперь вот вниз и тут нигде ничего не затекает все отлично и вот здесь точно также 2 листья да но это решетки мы поделаем писали там ну кто не видел замерзнет у вас это ну так уже все давно предусмотрено это сколько уже больше года назад позапрошлую зиму вроде я делал подогрев вот видите обогрев у меня идет водостоков все проверено и все работает если надо я включаю она греется там градусов 5-10 подогревает ничего у меня не замерзает так что вот так сюда решетки осталось поставить для листьев ну и вот сюда вот это металлические вот эти надо накладки парапеты подрежется край рубероида видите потому что край же он у меня не держится потому так кирпичами и приложено вот все здесь то нормально все вот так ну и с проводами тут это же времянка в сарай про брошен а вот он туда видите пошла а так как я уже проложил там кабеля и питающий и управление и все поэтому вот это все конечно уберется уже пойдет туда уже я и схему разрисовал управление генератором для запуска на полуавтомате ну можно там и автомат сделать можно даже переключатель автоматы либо в полуавтомат то есть он и сам будет запускаться когда электричество внешние пропадет но я думаю это не стоит даже если мы куда-то ушли хотя бы на час а зачем будет запускаться сам генератор и молотить в холостую мы придем и сами запустим а когда мы дома кнопочку мы нажмем но зато когда появляется электричество он автоматически сам глушится и переключается на вот уже внешний а запуск будет в ручном режиме ну в принципе и все там получилось очень настолько просто я думал что надо будет делать на микроконтроллере программировать эти временные интервалы но там буквально парочку временных интервалов которые они очень не критичные там может гулять пределах чуть ли не 50 процентов и ничего не случится все будет нормально вот поэтому это на простейшей логике там буквально парочку микросхем и все это очень быстро завтра тоже куплю да за день можно сказать спаяю и можно будет уже ставить а так было бы посложнее с микроконтроллером а тут ума много там не надо для управления запуском генератора так что не буду я заморачиваться это для умного дома как не серёжа рекомендовал заняться но это будет попозже на это надо побольше времени и там серьезные такие вещи он показывал что можно делать ну а пока вот так сейчас замеры сделаем по периметру сколько мне надо и по ширине вот значит ширина здесь где-то около 40 сантиметров будет ну я примерно знаю мне 30 плюс утепление и облицовка видите шпанки нам то есть добавилось примерно 40 на 41 час я все это дело замеряю зарисую и завтра закажем но изготовят когда получат эту эту ленту вот такую же покрытую погнут через неделю через полторы может быть так что нормально и потом не надо будет только закрепить здесь ну на углах надо будет подрезать естественно но на это уйдет день а может даже и два чтобы красиво все это дело сделать но перед зимой хочется уже сделать чтобы она не за не зимовала а то вот так пару лет зимует угла нигде ничего не течет красиво но некрасивый вид с кирпичами там-то парапет уложен плиткой все нормально осталось вот это так что смотрите нас еще много будет чего вот докуплю будем запускать уже генератор потом канализацию туалет уже буду возможно подключать ну а сначала мы запустим так как проводка уже вся заведена осталось мне там щиток поставить в доме разводку сделать ну и смастырить эту платку простенькую автоматику ну вот так пока